Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о 746 бенчменде Minion Slot. Это мой собственный нож, я владею ему уже больше года, ну и думаю, что, наверное, теперь уже могу кое-что о нем рассказать, так скажем, поподробнее. На канале есть обзор, мои личные первые впечатления от этого ножа, но теперь мы сможем о нем поговорить, после того, как я им владею достаточно долгое время. Опять же, мы сделаем это при хорошем освещении, с весами и таким уже моим личным опытом эксплуатации. Давайте на него поближе посмотрим. Начнем традиционно с накладок рукояти. Сделаны они здесь вот такого полированного G10. Что-то постараюсь поподробнее вам показать. Он, в общем-то, при обычном освещении выглядит таким черным, с какими-то, ну, легкими серыми вкраплениями, но когда свет достаточно яркий, вот можно рассмотреть, что здесь вот такая вот текстура G10, она реально такая очень красивая. Очень симпатично, на мой взгляд, лично это выглядит. Вот, как-то так. Нож собран, получается, на четырех винтах. Три из них вот здесь и один вот тут. Существуют, ну, такие более премиальные версии, у которых, там, лимитки определенные, у которых нож собран на бонках, но в моем случае он собран, здесь сделан вот такой вот спейсер, ну, если не ошибаюсь, он тоже из G10 сделал, хотя, возможно, здесь какой-то другой пластик. Вот так вот нож выглядит с тылу. То есть спейсер такой длинный достаточно, в руку он вам ни при каком хвате, ни в пальце, ни в руку никуда не вопьется. Клипса у этого ножа вот такая вот дизайнерская, люмовская, она такая достаточно большая. Через нее прямо сделано отверстие для темляка, ну, не знаю, честно говоря, зачем, может быть, нужен темляк на ноже такого размера, но, тем не менее, паракорд сюда можно протолкать, но будет довольно тяжело. Сразу хочу об этом сказать. Крепится она тремя винтами, причем тут такой интересный момент, что винты разные. То есть мне так как случалось этот нож разобрать, я знаю, что вот эти два винта коротенькие, а вот этот винт, он, видите, как бы имеет вход в, ну, как бы там, там внутри такие втулки, в которые закручиваются эти винты, и получается с этой стороны винт держит только накладку, а с этой стороны этот винт еще и удерживает накладку и одновременно клипсу. Он такой более длинный, чем вот эти вот винты, которые просто держат только клипсу, и они вот реально толщиной с накладку вот здесь. Таким образом, чтобы они ее насквозь не проходили. Такая вот дизайнерская клипса, она, собственно говоря, имеет некоторые минусы. Во-первых, вот можно видеть, что она довольно-таки не сильно приподнята над рукоятью. Из-за этого вот у этих джинсов относительно толстая грань спозиционировать одной рукой, так, чтобы попасть на край джинсов, бывает достаточно затруднительно. То есть все-таки приходится как бы вот так ее немножко руками приподнять. Вот. И надо сказать, что на толстую, на толстый край брюка она одевается, ну, не так легко, как, возможно, мне бы хотелось. Вот. При этом, как бы, вот изначально предполагается такой вот некий наклон. То есть нож, видите, вот сейчас стараюсь джинсы в кадре более-менее прямо положить. Нож в кармане располагается, должен примерно вот так. То есть здесь есть вот такое вот пустое место, а тут вот нож стоит прямо в самый край кармана. То есть он довольно много, ну, как бы относительно много места занимает. То есть здесь есть прямо пустое место между клинком и краем, ну, так скажем, дошва вот здесь в кармане, да. Или в противном случае вы его можете вот так сместить, но будет тогда он выглядеть вот так. Подобный, так скажем, механизм крепежа с вот таким вот достаточно большой частью ножа, которая торчит наружу, мне лично иногда мешает. То есть бывает такое, что я хожу, когда, ну, где-нибудь по офису перемещаюсь, то вот это ощущение того, что торчит нож из кармана настолько сильно, ну, оно вот действительно, оно мешает. Я даже рукой периодически зацепляюсь так вот за нож. Бывает иногда, когда рядом с собой проведешь, и раз, и как-то за нож рука зацепляется. То есть как бы с большинством ножей у меня нет такой проблемы. Здесь вот из-за того, что торчит так далеко, такая дизайнерская клипса, есть определенная проблема с тем, что, ну, таким образом цепляется. Это не критично, но, тем не менее, такое замечание сделать хочу, потому что, насколько мне известно, не я один на это жалуюсь. Вот, то есть у меня вот, например, такое бывает иногда, что когда в тесном помещении рядом со столом встаешь, то можно вот крышка стола зацепиться, там, допустим, с краю как-то за рукоять ножа. То есть какие-то вот такие моменты существуют. Вот. Клипса, вот, кстати, должен сказать, что она при этом довольно хорошо снимается. То есть как бы садится, может быть, не так хорошо, но снимается вообще очень легко и удобно, и хорошо держит нож. То есть действительно он никуда вот не девается, не съезжает, там, при каких-то наклонах, посадках, когда даже нога упирается. То есть, в принципе, все комфортно получается. Ну, то есть здесь видно, что у него не такая уж большая площадь, где он, собственно говоря, прижимает ткань к накладке. А здесь довольно-таки хорошее пространство для того, чтобы большое количество ткани было под клипсой. Все-таки действительно, поэтому даже при каких-то движениях соскальзывать нож не начинает. Вот. Значит, вот так вот механизм Аксис Лока. Довольно-таки толстый, упорный штифт. У этого ножа, например, толще, чем у Бенчмейт Бараш. Ну, так сразу могу сказать. Вот. Замок у этого ножа Аксис Лок. Причем, ну, здесь одна из таких самых комфортных его реализаций, с какой мне лично встречалось сталкиваться на ножах Бенчмейт. То есть, как бы, ассиста здесь никакого нет, но нож механический, конечно, совершенно, вот, ну, нет других слов. Очень здорово работает. То есть, очень приятно. Вы можете открывать его и просто буквально двумя пальцами вот так, подхватывая втулку Аксиса. Здесь достаточно комфортные пружины, которые позволяют это делать. Можете открывать его и за спайдер-холл сверху, и за спайдер-холл снизу у вас. Ну, если вот вы, как бы, приспособлены к такому варианту, я просто, честно говоря, не открываю. Так нож обычно, но знаю, что люди так делают. То есть, можно так вот его открыть. Тоже все очень комфортно. Замок работает просто блестяще. Вот, причем, вот вы видите, как он у меня сейчас отрегулирован. У меня в данный момент у ножа нет ни вертикального. Вертикального люфта нет практически совсем. Горизонтальный люфт какой-то небольшой присутствует. Но, скажем так, он вот именно что ощутимый. Видимого его, наверное, увидеть по сути не получится. Вот, то есть, нож, при том, что люфты он, конечно, какие-то имеет, но они в работе, вы их никак не заметите. Но при этом, вот такая работа замка, ну, мне кажется, лично просто идеальный. Так вот выглядит клинок этого ножа. Собственно говоря, люмовское клеймо. 154CM-сталь использована на этом ноже. Spider-Hall. Ну, и с другой стороны, традиционная бенчминдовская бабочка. Benchman 746. У ножа такая выполнена достаточно крупная, очень удобная площадка для большого пальца, для контролируемого строгания, вот, очень комфортная, с очень хорошо обработанной здесь вот кромками, потому что, как бы, получается такая ситуация, что, когда вы ставите палец сюда, никаких кромок вы не ощущаете. Когда у вас начинает палец спрыгивать, есть ощущение, но пораниться таким образом никак нельзя. То есть, вы это просто будете именно контролируемым, вы будете чувствовать, но не поранитесь. Такой вот фальшь сделан у этого ножа. Ну, вот, тоже такой дизайнерский, на самом деле, фальшь лезвие выполнено, но, как бы, какой-то особенной функции здесь не несет, но именно такое, ну, такое ощущение сабельности какой-то некой, что ли, этого клинка, оно вот придает именно, что, как будто вы саблю в руках держите, хотя, в принципе, можно было, по сути дела, этот фальшь убрать и получить какой-то такой клинок в стиле Bowie, наверное, как бы, тоже было бы можно, тоже было бы, наверное, интересно, но вот Bob Lume в свое время пошел вот таким путем, и, честно говоря, этот дизайн вот таким смотрится более оригинальным. И менее, что ли, каким-то восточным. То есть, понятно, от чего такая вот восточность дизайна, потому что есть вот Benchmade Bitlam, у него как раз вот форма клинка такая, как будто вот на, собственно, на анслоте убрали полностью фальшь лезвие. Она вот как эта вот такая, там прям совсем как китаган. А здесь, как бы, вот такая она своеобразная. Не знаю уж, на что там Bob ориентировался, когда его создавал, но, как бы, тем не менее, она вот своеобразная, очень интересная, очень красивая, на мой личный взгляд. Толщина клинка у этого ножа, если я не ошибаюсь, по паспортным данным, 2,4, кажется, миллиметра. То есть, он даже до 3 миллиметров не дотягивает. При этом у него, вы можете видеть, что очень длинные спуски. Клинок широкий, спуски очень длинные. Нож очень тонко сведен. Вот так вот вам сейчас покажу, как выглядит, собственно, у него кромка. Вот, то есть, видно, что она такая очень небольшая, потому что, собственно говоря, большого угла из создавать не требовалось на ней. На подводе непосредственно имеется в виду. Вот, ну, традиционно, конечно, для бенчмейда этот нож еще ни разу не перетачивался. Собственно, я решил снять обзор как раз потому, что подумал пройтись по его кромочке на спайдерка Триангли, вот, и как бы решил показать, как она все-таки выглядит прямо с завода. То есть, нож ни разу не перетачивался, он как бы так работал. Ну, никаких активных таких задач, чтобы его затупить у меня не было. Вот, поэтому хочу показать, что традиционно такие следы от гриндера, как это у бенчмейда бывает, причем следы эти такие, что они, в общем-то, ощущаются даже ногтем. Вот так вот прям, ну, прыгает ногти немножко по ним. Есть такой момент, вот так вот это сделано. Лайнеры внутри высверлены, можно вот так вот видеть. Вот, высверлены, вес ножа таким образом определенно был снижен, чтобы он не был все-таки очень тяжелым. Вот. Вес сейчас покажу. Вес этого ножа составляет порядка 112 грамм. Габаритный размер этого ножа приблизительно такой же, как у более популярного спадерка Paramilitary. Вот, то есть, это, ну, такой небольшой, немаленький, так скажем. Для всех бытовых задач у него порядка 9 сантиметров, по-моему, клинок, если я не ошибаюсь. Может, немного меньше. Для всех бытовых задач этого, в общем-то, как правило, достаточно. Тем более, что у него очень большая режущая кромка при вот такой геометрии клинка. Естественно, что за счет такого большого изгиба кромка довольно длинная. Вот. При этом нож достаточно легкий, достаточно удобный. Вот. Собственно говоря, ну, теперь, наверное, коротко мне хочется сказать о моих личных впечатлениях об эксплуатации этого ножа. Я выразился бы так. Из имеющихся у меня в собственности ножей, которые произведены компанией Benchmade, этот мой любимый, причем, как бы, с очень большим отрывом. Это при том, что у меня есть знаменитый Barrage, лично мой нож. У меня есть Hickler Co. Soldat. Нож такой, как бы, более простой, но, тем не менее, тоже произведенный этим именитым производителем. И, более того, скажу такую штуку, что, в принципе, за последние несколько месяцев мне удалось подержать в руках, так как основательно разобраться с большим достаточно количеством ножей компании Benchmade, но, пожалуй, Mini Onslot остается, если не самым любимым, то одним из любимых моих ножей. То есть, как бы, я честно признаю, что конкуренцию ему, на мой взгляд, вот из тех ножей, которые я прям самолично держал в руках, могут составить только Саброза и Торрент. Вот. Ну, то есть, это мое субъективное личное мнение. Так мне кажется. Я это так вижу. Почему он мне так нравится? Потому что, с одной стороны, ситуация такая. Я в обычной жизни испытываю, вот, на каждый день именно потребность именно в таком ноже, в том плане, что вот этот нож задуман как резак. Во всех смыслах. Очень тонкое сведение, очень длинные спуски, очень, как скажем, небольшие подводы у этого ножа. Он очень-очень здорово режет. То есть, как бы, вот именно, вот что угодно он здорово режет. То есть, то, что режется, а не проламывается и продалбливается, этот нож со всеми такими работами справляется просто на ура. Причем при этом очень комфортная, очень милая такая, приятная, сидящая в руке рукоять. Вот. То есть, понимаете, как бы и великолепная механика. Просто великолепная. Вот сочетание этих вещей дает возможность говорить о том, что у этого ножа, понимаете, как бы у него одновременно функционально это резак, и при этом это вот такая игрушка. Ну, из класса дорогих зажигалок, там, не знаю, каких-то вот, возможно, опять же, ножей такой же игрушечности. Вот. То есть, просто великолепная механическая вещица, которая, как бы, вот даже если вы ей ничего не режете, достать ее вот так и просто пощелкать, чтобы нервы успокоить. Очень-очень и очень бывает приятно. Вот. На высочайшем уровне находится качество изготовления этого ножа. Причем, вот, ну, как я уже сказал, в нем конкретно замок Аксис Лок вообще раскрывает какие-то свои такие стороны, которые на некоторых других бенчмейдах, ну, просто это невозможно так почувствовать. Тут, видимо, достаточно тяжелый клинок ввиду своей вот такой геометрии. Вот. То есть, вот это вот действие замком, оно прям, вот, оно прям очень приятное. То есть, понимаете, я сейчас локоть держу на столе, и у меня даже это так получается. А если локтем дорабатывать, то тут прям, ну, механика у ножа прям совершенно одуренная. Щелкал бы и щелкал. Вот. То есть, в этом отношении прям очень здорово. Ну, и, как бы, хочу сказать отдельно, что, не знаю, наверное, как бы, может быть, если будет на то спрос у подписчиков канала, я, может быть, как-нибудь просто сниму небольшое видео о том, как этот нож работает в кухонных работах. Потому что, ребят, ну, как бы, он делает это просто потрясающе. Здесь единственное, что его отличает от реального кухонника в худшую сторону, это просто нехватка длины клинка в некоторых работах. Если там нужно что-нибудь порезать, знаете, ну, как бы, я не знаю, у меня нет такого кухонного ножа, которым это было бы сделать столь приятно, как вот этим вот бенчмидом. То есть, на самом деле, просто замечательно. Вот. К недостаткам этого ножа относится, ну, конечно, та проблема с клипсой, про которую я уже сказал, и плюс. Именно на этом ноже, кто канал смотрит регулярно, знает, что у меня была довольно длительная история разборок с компанией Бенчмид по поводу именно поломок пружинок в замке Аксис Лок. Вот. Ну, то есть, я с этим столкнулся именно на этом ноже. Мою любовь к нему это никак не уменьшило, должен сказать, к самому этому ножу. Но, как бы, по поводу надежности замка Аксис Лок вообще, я уже знаю, что сказать. То есть, как бы, я видел, как ломаются пружинки этого замка. Меня очень трудно будет убедить в том, что это какая-то такая особая случайность. Вот. Потому что у меня в замке сломались сразу обе пружины. Как выяснилось. Потом, когда я его разобрал. Вот. Соответственно, как бы, понятное дело, что говорить не о какой-то особенной надежности этого замка. То есть, понимаете, как бы, если бы я должен был уехать из дома на неопределенное время, скажем так, да, и вот, как бы, мне нужно было бы нож, который, ну, скажем так, гарантировал бы то, что у меня с ножом ничего не случится, то определенно, конечно, это не был бы этот нож. Потому что просто вот в нем использован такой замок. Вот. Ну, хотя, или сейчас я бы взял просто запасной комплект пружин. Потому что теперь он у меня есть. Вот. Вот какая-то вот такая вещь с ним получается. Но, тем не менее, это вот никак не умаляет того, что реально мой любимый нож совершенно офигенным, я считаю, просто дизайном, внешним видом и совершенно удивительно приятными режущими свойствами. При том, что на нем использована довольно-таки простая, ну, по меркам пинчмейта, совершенно обыкновенная сталь 154CM. То есть, здесь ничего такого породистого. А здесь, как бы, все это сделано именно в геометрии лезвия. И в том дизайне, который, собственно говоря, и придал этому ножу Боблюм. Вот. К сожалению, как бы, Боб, по-моему, в 2007 году, если не ошибаюсь, скончался. Поэтому, ну, как бы, больше таких дизайнов он нам уже выдавать не будет. Вот. И как-то постепенно должен сказать такую вещь, что, наблюдая такую достаточно печальную для всех любителей ножей компании Benchmade картину, о том, что медленно, но верно случилась такая вещь, что у Benchmade в свое время было некоторое количество ножей с широкими клинками, как здесь, с длинными спусками. Вот. То есть, как бы, теперь они уже почти все, кроме, собственно, мини-анслота и большого анслота, если я не ошибаюсь, сняты с производства. То есть, нам есть легендарный скирмиш, который, как бы, вот, допустим, обладал похожей геометрией клинка в некотором роде. То есть, ну, еще какие-то ножи. Вот. Тот же самый дежавю. Вот. Теперь, к сожалению, этих всех ножей можно купить только у кого-то, вот, из коллекции, когда кто-то пытается от них избавиться, они время от времени появляются, конечно, так, в свободной продаже, но в магазине уже, так вот, посмотреть на него, повертеть практически не получится на них. Вот. Поэтому можно сказать, что вот мини-анслот – это один из тех ножей, которые продолжают выпускать. Я думаю, что большого анслота, возможно, выпускать прекратят уже в ближайшее время, если это уже не случилось. А вот маленький анслот еще выпускаться будет довольно долго, потому что, ну, это один из последних дизайнов, Боба Люма, вот, который, как бы, уже новых дизайнов нам не даст, поэтому, по всей видимости, ну, бенчмейт в память о нем, что ли, будет некоторое время еще выпускать такие ножи. Они существуют и в Голд-классе, и вот, собственно, в синей серии, как тот нож, который вы видите сейчас перед собой. Вот. В общем, честно скажу, любовь. Мало о каком ноже, после уже более чем года использования, я могу вот так вот сказать такие хорошие слова, несмотря на то, что и подводил меня этот нож, и всякое было, но, тем не менее, как бы, вот, ну, любовь у нас с вот этой железякой, если хотите. Вот. Надеюсь, что вам все это было интересно. Большое вам спасибо за просмотр. Пока.